приветствую всех сегодня у нас 18 апреля идет натяжка купола на теплицу метлайдера вчера закончили монтаж поликарбоната на торцах это наши курочки которые были завезены сразу в теплицу сейчас они приучаются к взаимодействию с мобильным курятником вот еще не успели научиться новым гнездам потому что у них то гнезда совершенно другие а здесь мобильном курятники гнезда вверху висят и им нужно еще понять что это тоже гнезда вот поликарбонатный торец здесь с одной стороны окрас будут проезды здесь вот сначала проходная дверь но потом при необходимости открывается полностью вот этот весь сектор открывается и сюда соответственно заезжает техника для уборки подстилки зимней подстилки после окончания сезона зимнего содержания кур вот наверху соответственно располагаются фрамуги которые будут открываться также у нас еще с 2010 года по моему куплены автооткрыватели аналоговые устройства которые без электрики работают чисто на температурные разницы вот мы как раз сюда поставим наконец 10 с лишним лет даже больше чем 10 спустя эти автооткрывательные идут свое место они были куплены за границей с большой растаможкой так получилось что тогда только такие варианты были вот хочу показать как погнуло наши трубы арки кто-то говорит они там тонкие хлипкие но это совсем не так труба совершенно не тонкая это 57 труба видите что там более-менее нормально есть небольшой прогиб ну так бы незначительно основное повреждение пришлось на вот эту секцию это середина второй половины грубо говоря на то здесь прям прогнулась очень сильно так на нас той стороны сниму потому что солнце сейчас утро солнце светит востока вот то есть видно насколько профиль прогнулся то есть видим что вот как он должен быть вот там и насколько он здесь вмялся просто то есть как будто кто-то большой попой присел сюда курица сидит там везде испугалась вот и по сути это такой удар был мощный от одного порыва и вот прогнула полностью арку и соответственно выгнула колесом вот там здесь вдавила там выгнула ее так раз вот эти вот вот эта сторона наиболее всего пострадала ближе туда там меньше повреждения ну что интересно что это произошло именно за счет пленки то есть я просто физически поставить представить каким образом пленка не порвалась и при этом согнула настолько большого сечения трубу толщина стенки там 2 миллиметра вот то есть просто вот если физически себе представить задачу да вот у вас стоит одна арка вам дается большой отрезок полиэтилена и ставится задача прогнуть арку с помощью полиэтилена что вы будете делать при этом полиэтилен нужно не порвать в общем такая себе задачка ну вот этот у нас здесь модуль биоогорода засыпанный компостом еще в прошлом позапрошлом точнее даже году сейчас вам покажу где здесь куры все нам почистили от растений допустим этот раскапывали измельчили нам полностью компост ну такой вот стал мелкофракционный в общем замечательный то есть теперь это реально как будет может для посадки то есть реальной грядки а то что мы привезли изначально компостом вот допустим сохранились еще некоторые комки они вот их не не так просто разломать вот они были весь компост был в таком состоянии через небольшой промежуток времени постаку мы его рассыпали по грядкам то есть внутри он был влажный машине а потом когда мы это все расстелили она очень быстро все высохла просто и схватилась как камень то есть это говорит о том что этот компост неживой ну и собственно говоря прямой микроскопный анализ показал что он состоит микробиология состоит только из бактерий там и микроскопическое количество естественно хищников которые могут питаться этими бактериями никаких грибов не хороших неплохих в этом компосте нет вот и это соответственно то на чем нам предстоит поработать для того чтобы получить качественный урожай с минимумом проблем в виде заболеваний вредителей тому подобных событий ну вот у нас постепенно приходит весна травка активно активно начинает расти пастбищный сезон начался в этом году будем осваивать вот эту территорию здесь у нас будет располагаться пастбищное пространство для бройлеров это будут клетки примерно три на четыре метра высотой около 60 сантиметров с крыши на три четверти закрытый металлом или каким-то непрозрачным материалом и торцов будет ветрозащитные покрытия либо из пленки либо с поликарбоната это штамп наша новая семья которая присоединяется к оперативу точнее уже присоединилась прошлом году они будут определять конструктив на основе того что мы наблюдаем среди тех кто уже не не первый год занимается подобным содержанием бройлера и также постепенно будем осваивать это уже дальнее пространство дальний горизонт может быть продолжим расчистку в сторону трезубца для того чтобы нам уместить три тысячи пастбищных кур несушек в этом году и соответственно для того чтобы более линейное было перемещение мобильных курятников на тысячу кур поскольку они не такие мобильные как колесная версия и их не практически ну в общем очень сложно их развернуть именно то есть вот колесный ты подцепил ты его как хочешь можешь крутить разворачивать поворачивать и как бы это вообще не проблема так вот у нас тимофей там везет воду на электротележке вот то есть они в основном могут перемещаться вперед назад и как бы немножко подруливая то вправо влево без полного разворота вот поэтому для них нужна прямая трасса которая имеет нормальный рельеф то есть без каких-то серьезных резких перепадов вот и как раз нас такое такое пространство есть в сторону юга в сторону трезубца и нам его необходимо будет расчистить поскольку сейчас она заброшена заросшая сорной дичкой ну что тимофей отзыв отзыв нас просили сделать на электротележку помнишь можешь сказать что-нибудь что-нибудь позже хорошо